И верите ли вы в то, что подобные преступления в центре столицы могут быть предотвращены нашими правоохранителями на сегодняшний день? Мы все знаем, на что способен наш враг. А где та остальная метла, которая может остановить теракт в Лондоне? А где та остальная метла, которая может остановить убийство Литвиненко в Лондоне? А где остальная метла, которая могла спасти Бандеру в Мюнхене, когда его убивал агент КГБ? Это абсолютно, мы сейчас говорим о каких-то вещах, которые нигде в мире невозможно предотвратить на 100% теракт. Самая сильная страна в мире Соединенные Штаты Америки с колоссальными бюджетами спецслужб, у них произошло 11 сентября, невероятный по своему размаху масштабу и дерзости теракт. Но он произошел. О чем мы говорим? И Россия со своими возможностями колоссальными, у нее есть возможности дотянуться до Литвиненко в Лондоне. У них есть возможности. 21 марта, буквально всего за два дня до убийства Вороненкова, в Москве был убит адвокат Горохов семьи Магнитского Сергея, которого раньше тоже убили. Это абсолютно в их стиле и абсолютно в их возможностях. Я хотел прокомментировать слова первого оратора. Он говорит, не занимаются ветеранами, поэтому вот так... Извините, при чем здесь? Этот человек явно агент российских спецслужб. При чем здесь не занимаются? То есть, если бы было министерство АТО, и у этого человека ему было внимание государства, он бы перестал быть агентом российских спецслужб, пошел бы сдался. Но о чем мы говорим? Это абсолютно стиль. Алексей, а какую роль вы играете в расследовании этого преступления, если для вас он явно уже агент? Значит, вы что-то знаете? Я абсолютно убежден. По целому ряду показателей, начиная от стиля того, как это произошло, заканчивая, что это была четвертая годовщина смерти Бориса Березовского. А это всегда сакральные даты для российских лидеров. Как убивали Политковскую на день рождения Путина, как убивали Бориса Немцова. Ну, это можно продолжать бесконечно. Они всегда выбирают особые дни, особые моменты. И сочетание двух событий, взрыва на складах и убийства в центре Киева, оно не могло быть случайным. Это не случайность. Поэтому этих фактов достаточно для того, чтобы сказать, банда Путина, он планетарного масштаба мафиозный дон, он как бы на словах президент. На самом деле они захватили самую большую страну на планете и ею управляют по своим мафиозным правилам.